Знаете, я заметил, пишут сумасшедшие, абсолютно ненормальные в соцсетях, говорят, вот, мы вышли, кто-то не вышел, а вы и так далее. Ребята, у меня так только сейчас я понял, что эти дебилы, эти мандовожки думают, что некие шастыни по улицам бессмысленные, без результата. Шастыни по улицам без результата – это нечто самодостаточное. Это не самодостаточное, это ничто, это в минус, это бездарно, это дебилизм, это не самодостаточно, и перестаньте анонировать на эти тупые проходки. Я не против, я только за, тогда, когда нельзя по-другому выйти, но это надо делать умно, это я вам говорю, как военный историк. А если ума нет, тактики, стратегии и дорожные карты, тогда ничего не сделайте. Надо было меня слушать 20 лет назад. Я с детства, с юности, со студенчества, очень рано начал публиковаться в ведущих политологических изданиях и выступать на телевидении. Я говорил, я бил во все колокола, надо срочно, срочно объединяться и не допускать чекистов у власти. Вы меня не слушали, даже немцов не слушали. Навальный тогда еще бегал по провинциям, пытался какие-то алкогольным неприличным образом деньги срубить, государственные. Хотя он старше. Вы меня не послушали. А теперь хотите, это всегда так. У меня полно примеров, когда с детства, с юности, в школе, в институте говорят, вот там личная жизнь, общественная жизнь. Я говорю, это делай, это не делай. Советую, объясняю почему, даю выкладку. Человек меня не слушает через год, через полгода, через два года. С дикой обидой ко мне, а почему ты меня не удержал? Или как-то не запретил, или минуточку. Я сказал, точно этого не делать. Ну а как, я же не буду, как физически, связать, наручники надеть. А претензии ко мне. А что я могу сделать? Надо же меня было слушать. Причем я очень четко говорил. Я отличаюсь четкостью формулировки. И я не лезу за словом в карман. И я не мягко говорю. Но я же не могу за вас что-то сделать или не делать.